Акцент дня Итак, начинаем. Куда смотрит региональная власть? И чем сегодня вообще живет регион? Давайте узнаем об этом у человека, что называется, на месте. У нас на связи со студией председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия за правду» в Рязанской области, депутат Рязанской областной думы Григорий Парсентьев. Здравствуйте, Григорий Александрович. Добрый день. Ну так все-таки, почему на Рязанщине такие плохие дороги? Ну, смотрите, дороги – это один из моментов, на которые избиратели обращают свое внимание с точки зрения того, что нужно улучшить. Да, это вот вечная проблема. За последние, может быть, 2-3 года что-то с мертвой точки, конечно, сдвинулось. Но, в первую очередь, министерство, конечно, кивает на финансирование, но я могу сказать, что только 2 года последних тендерные процедуры осуществляются заранее, а не под конец года. То есть, это последние 2 года. То есть, то, что позволяет уже фактически в марте при начале сезона дорожникам выйти. А так как до этого все эти процедуры проходили, вот год начался, процедуры начинаются. То есть, пока процедуры пройдут, полгода пройдет. Ну, Григорий Александрович, вы извините, это такие банальные вещи, которые все чиновники знают, и, тем не менее, ну, мне как-то за Рязанщину даже обидно. Может быть, это связано с тем, что у вас во власти чехарда такая? Губернаторы меняются, в Рио приходят? Ну, губернатор-то у нас более-менее планы меняется раз в 5 лет. Вот. Но кадровый вопрос управленческий, он на самую сложную. Это те вопросы, которые мы тоже задаем. Во-первых, нет кадровой скамейки запасных именно профессионалов. Вот у нас долгое время проводились конкурс «Лидеры России», люди отбирались, их собрали в такую полуформальную организацию при правительстве. Они что-то там первое время реально пытались работать, какие-то предложения давали, да, но на самом деле их предложения толком не реализовывались. Вот как сейчас будет себя в Рио вести, ну, пока не очень понятно. Вот. Кадровый вопрос. Все упирается в кадровый вопрос. Идете, да? Я так понимаю, что партия вас выдвинула? Да, да, я иду на выборы. Ну, вот у нас все варяги, которые приезжают, понимаете, вот такой деживой пятилетней давности. Вот по кальке предыдущего губернатора, да, Николай Викторович Любимов, когда заходил, тоже он его президент. Он прислал, он зашел, получил читательский билет в библиотеке имени Горького. Павел Викторович тоже получился. То есть какие-то даже вот такие абсолютно одинаковые стандартные ходы по заходу в регион. Сейчас мы наведем порядок, сейчас делаем дороги, сейчас вот по экологии как бы мы что-то сделаем. Но достаточно сложные вопросы, которые по щелчку, к сожалению, не решаются. Потому что мы в повестке региональной, да, и у нас есть понимание и программы, и мы с учетом своих возможностей на региональное правительство там где-то давим, где-то подсказываем, где-то участвуем в совместном. То есть понятная, конструктивная, реальная работа, вот то, чем мы занимаемся. А тут получается больше такая вот штурмовщина. Ну, как бы так. Ну, штурмовщина, либо пиар, я так посмотрел, предваряя наш с вами разговор. В общем, рязанские чиновники любят пиариться, тратят на это, в общем, довольно серьезные деньги, при том, что регион дотационный. Ну, наверное, эти средства могли бы пойти на более какие-то необходимые вещи для жителей области. Ну, это я, по-моему, с вами согласен. Вот у нас последний, так называемый, ну, извините за мой организм, прикол бывшего губернатора, да, это ребрендинг Рязани. Взяли татарскую миссюрку, знаете, такой шлен, да, ввалили туда, по разным оценкам, врать не буду, где-то около 30 миллионов рублей. Вот. Рязанцы оплевались. Ну, по сравнению с брендом Челябинска, конечно, у нас все цензурно. Там, конечно, чиновники отожгли по полной. Вот. Ну, 30 миллионов рублей, как вы говорите, для дотационного региона. Ну, вы как дотационный регион сколько получаете? По-моему, что-то там в районе 5 миллиардов, да, или больше даже. Ну, у нас дотационный бюджет, по-моему, от 50 до 75 процентов. Вот все, что у нас делается, у нас региональный бюджет 25 процентов от тех затрат, которые у нас есть. А что тогда происходит с реальным сектором экономики? Как бюджет-то наполнять? Я не очень понимаю, власти чего предлагают? А чего его наполнять, если деньги надо попросить у федералов и их отрасунуть? Ну, это простая стратегия. Зачем упожнять? Ну, я не знаю, для того, чтобы выводить область. Если мы возьмем там другой рейтинг, где, в общем, Рязанщина не так плохо смотрится. Да, в 20-м году она была на 28-м месте по уровню благополучия. В 21-м году на 21-м месте, то есть какой-то рост. Ну, ресурсы у региона есть. Люди прекрасные, трудолюбивые. Ну, почему бы не работать-то? Ну, еще раз говорю, тут внутренний посыл чиновникам. То, что я вижу, то, что я общаюсь с коллегами разного уровня, не обязательно это депутаты, очень многие подтверждают, что достаточно серьезный формализм. С 8 до 5 и никого ничего не интересует. То есть вот этот тезис при желании множества возможностей, при нежелании множества проблем, вот он прям реализуется у нас в Рязанской области по полной. То есть те редкие руководители, кто хотят добиться именно результата, они участвуют в процессе. Все добиваются. Но так как оценка идет по процессу, да, что-то провели, какой-то отчет сделали, какую-то презентацию отправили, результата нет. КПА результата нет. Есть процесс. Ну, может быть тогда, извините, что перебиваю, Григорий Александрович, может какой-то общественный контроль. Рязанцы вообще как в этом смысле? Активные люди? Вот выборы у вас будут губернатора в сентябре. Народ пойдет выбирать свою жизнь, не чью-то. Ну, смотрите, тут есть достаточно серьезный парадокс, с которым я сталкиваюсь на протяжении всей своей политической карьеры, о том, что общественная активность достаточно серьезная. Люди, в принципе, и на митинги выходят, и в общественных сетях общаются. Но прийти на участки проголосовать, даже за тех людей, кого они на словах поддерживают, даже не то, что на словах, и на делах каких-то. Но прийти проголосовать – целая проблема. Явка очень низкая. Вот у нас и выборы 2020 года показали, и выборы 2021 года показали. И я думаю, что 2022 год в этом плане навряд ли будет отличаться, потому что статистика говорит о том, что выборы в Госдуму самые активные. Госдума – президент. Сейчас будут выборы губернатора. А в том году-то пришло очень мало. То есть то, что там официальную статистику дают, на самом деле мы же понимаем, что людей меньше пришло. Но политические эксперты и в Москве, и в Рязани, они отмечают вот этот факт, что человек возглавлял Росстат. Видимо, не справился. Видимо, там как-то перепись прошла не очень хорошо. И его сослали в Рязанскую область. Мне бы, как жителю Рязанской области, было бы обидно. Я бы пошел и свой голос отдал, но я не знаю, за того, как человек, который здесь работает, ну, например, как вы, да, давно, которого знают и так далее, нежели за какого-то ссыльного, которому, ну, видимо, пересидеть просто и все. Ну, я журналистам в свое время тоже отвечал, там тезис мы вынесли даже в главу статьи, что нам не хочется, чтобы на нас тренировались. Да, то есть, вот, к нам присылают людей без практического опыта управления именно регионального. Да, то есть, федеральный чиновник предыдущий губернатор был. Но он в Калуге-то, конечно, поработал, но опять-таки он кем там поработал. Вот. И из Госдумы к нам его прислали. Соответственно, Молков, да, практически, то есть, в Саратове что-то чем-то он там поуправлял, но опять-таки, когда это было, и мы все прекрасно понимаем, что в стабиле Оранга, да, руководителя федеральной структуры прислать на регион. Вот. Есть, как бы, два варианта. Либо реально поднять регион, да, и там, крабланш у него там, либо, как вы сказали, в ссылку. Поэтому, вот, не хочется, чтобы тренировались, это точно. Григорий Владимирович, просто готовясь к нашей беседе, я загуглил, и первое, что выскакивает, это какие-то очередные скандалы, уголовные дела и так далее, связанные со здравоохранением в Рязанской области. Но мы тут только пандемию пережили. Что у вас там происходит, на самом деле, в здравоохранении? Смотрите, в здравоохранении, с точки зрения управления, полный швак. Тут можно даже сказать, что министр находится на лечении, у него достаточно серьезное заболевание, уже давно, да, то есть министра по факту нет. С замминистрами тоже история, там, то в отпуске, то на больничном, вот и два человека осталось. Поэтому я понимаю, что в данный момент управление Министерством здравоохранения Рязанской области, оно непонятно в чеху как находится, то есть там как-то идет, как идет. А сами понимаем, что в нашей системе без жесткого руководства системного ничего не будет решаться. Вот у нас на отчете была руководитель территориального фонда медицинского страхования. Все хорошо. Мы им вопрос задаем. Вы миллиард, больше миллиарда рублей не заплатили организациям, которые в ОМС оказали. на вас подают в суды организации, которые в рамках, опять-таки, ОМС провели ЭКО, да, то есть на повышение рождаемости работают. Вы их заставляете по судам гоняться. Вы больше 100 миллионов рублей, которые у вас положено было на зарплату, на вот эти выплаты людям вернули и выгодили. Территориальная комиссия, которая входит, Минздрав, фонд, страховщики, сами как-то кулуарно принимают решение, каким организациям медицинским. За выполненные услуги надо отметить. Но это плохо, если кто-то кулуарно принимает решение. Собочек, ну еще раз. Люди занимаются своими персонально выгодными им делами. Я так понимаю, что кулуарно кто-то принял решение элитную жилую застройку сделать на охраняемой территории вокруг Рязанского Кремля. Но это вообще за гранью? Да, мы с этим выступом... Я лично писал в прокуратуру Рязанской области, в прокуратуру Нижегородской области. Почему Нижегородская? Потому что организация, которая делает экспертную оценку, она в Нижнем Новгороде находится. То есть и общими усилиями мы этот вопрос поставили на паузу. В РИО вроде как бы высказалось, он даже сам сходил в Кремль, там провел презентацию, что там планируется сделать. Один из проектов нашего, кстати, однопартийца, который мы с 2020 года продвигаем, у нас прямо напротив Кремля есть... И там вот всякие бараки и прочая история, но так как территориально рядом, там отличная была бы туристическая зона. Мы этот проект уже продвигаем, но надеюсь, ему все-таки этот момент додавят. То есть и его в том числе мы сейчас пытаемся отдать в реализацию. Но застройщики, сами понимаем, это одно из самых серьезных лобби везде, так как финансы достаточно серьезные, и они работают с долгой. Надо отдать должное, поэтому тут надо быть всегда на чеку. Исторический центр мы сохраняем. Большое спасибо, Григорий Александрович. Я желаю вам успехов в сохранении исторического центра и в защите интересов жителей Рязанской области. Я напоминаю, что у нас на связи был председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия за правду» в Рязанской области, депутат Рязанской областной думы и кандидат на должность губернатора Рязанской области Григорий Парсентьев. Это программа «Акцент дня». Я Владислав Павлов. Смотрите нас на канале ежедневно. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин